В этом году центральная тема Петербургского международного экономического форума «Новый мир, новые возможности». А Самарская область по количеству современных проектов не уступает другим регионам России. С 2018-го Самарская область принимает участие в форуме собственной экспозиции и каждый год новейшие разработки и интересные инициативы. Важно правильно представить свой регион, потому что каждое новое партнерское соглашение в рамках форума это прежде всего инвестиции и появление новых рабочих мест для жителей области. Так в этом году на стенде представили ключевые инвестпроекты и разработки. Инсталляция программно-аппаратного комплекса «Умная дорога», малый космический аппарат «Аист-2Д» и другая продукция предприятий региона. Также посетители стенда могли виртуально прогуляться по Самарской луке, а на макете главного стадиона Самары узнать о будущих преображениях территории вокруг спортивного объекта, о том, какие здания и инфраструктура могут появиться вблизи арены. Международный межвузовский кампус на 5000 проживающих территория жилой застройки в северной части и в южной. Общая площадь жилых помещений будет порядка 800 тысяч квадратных метров. Жилье обеспечены всей социальной инфраструктурой, две школы, общая вместимость на 1800 втей, два детсада и поликлиния. Первый день форума прошел более чем плодотворно. Глава делегации Самарской области, губернатор Дмитрий Азаров, подписал соглашение с «Новотеком» в производственной сфере, сферах развития строительства и инфраструктуры – 2 миллиарда инвестиций в регион. Кроме того, на встрече губернатора Самарской области с Леонидом Михельсоном, председателем правления российской газовой компании «Новотек», удалось достичь договоренности о реализации социокультурных проектов, в частности, о начале строительства здания театра «Грань» в Новокуйбышевске. Обсудили и поддержку волейбола в регионе. Также особо отметили промышленный потенциал Самарской области. «Делали уникальное оборудование. Хочу вот эти ажмаши Сызранские отдельно похвалить. Они сделают такие «Грань», которые в милейные местовые пролетицы, с таком громадным пролетом и на грузоподъемности до 200 тонн. То, что мы можем собирать модули уникальными с помощью этого оборудования». Вторую договоренность удалось достичь на встрече Российско-Египетского совета. Стороны пришли к соглашению об обмене информации по организации бизнес-миссий. По мнению председателя совета Михаила Орлова, египетскую сторону может заинтересовать потенциал Самарской области в автопроме и машиностроении. Также важная часть соглашения – знакомство с производителями медицинского оборудования и возможностями частной медицины. Кроме того, составляющей сотрудничества могут стать новые возможности для обучения египетских студентов в вузах региона. Кирмоленко. События.